Мои хорошие, с вами Пампадург, как обычно. И сегодня я расскажу о том, как пока что только раскроить искалось булавками этот Баньян. Баньян? Баньян. Этот Баньян, халат 18 века, существовался его, пожалуй, даже века 17-го, и, в принципе, мне кажется, до середины 19-го он таки активно использовался. Судя по тому, что я видела, хотя в более дальнюю историю я просто не вникала. Зачем он нам пригодится? Во-первых, уже успеть облиться чаем, как некогда, спачкать его по саду, насладиться пением птичек и крохотом каких-то повозок где-то за пределами вашей усадьбы. Можно в нём накраситься, можно в нём одеться и в целом доделать какие-то тяги, которые обычно мы с вами, дамочки, делаем утром. Это видео я, скорее всего, разделю на несколько частей, потому что я уже заманалась с ним за это утро. Так что поехали! Первым делом мы с вами делаем что? Правильно, лезем... Нет, не материалы. Мы с вами идём искать источники. Мы с вами лезем в Chrome, в Pinterest и находим то, что нам нужно. И мне приглянулись вот этот мужчинка, вот этот мужчинка, тоже хорош, да? Вот этот мужчинка, ладно, это не источник. И ещё вот эта дамочка, вот эта. И вот эта дамочка, по халату которой мы с вами и будем шить. А вот теперь материалы. Нам понадобятся, а точнее, надеюсь, что всё-таки не понадобятся порочки, нитки, ножницы, булавки, булавки, сантиметр и... да. Гладим ткань, поверьте, так будет лучше для всех нас. После этого мы с вами меряем длину окова, ширину наших плеч и рисуем выкройку. Её можно легко найти в интернете. Я тут покажу на видео, как идёт моя, потому что тут не очень видно карандаш. После чего мы вырезаем наши детали, и у нас должно получиться такое подобие накидки, без плечевых швов и пока что не сшитое подмышками. Как вы помните, у нас с вами остались треугольные обрезки, которые мы не выкидываем. Они будут играть роль клинья для того, чтобы наш халат был шире, моднее и в целом удобнее. Поэтому мы прикалываем их к халату. Получится что-то вроде этого. А о том, как его сшивать, я покажу уже в следующем видео. Пока!